Книга «Открытым оком», том 22, вопрос 3496. Если бы вдруг все согласились установить монархический строй в России, то как бы это могло совершиться? Ваш голос был бы среди ратующих за восстановление монархии? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Где все равно любили бы Библию, Христа и равно жили все в страхе Божьем. Но допустим, что все согласились. И что? Где он этот монарх? Сегодняшние отпрыски дома Романовых в своей крови имеют русская кровь не более полпроцента. Это нам нужно? Вот берут интервью у великого князя Николая Романова, праправнука Николая Первого и троюродного племянника Николая Второго, главы дома Романовых. Ему 83 года. Улучшит ли монарх жизнь России? Аргументы и факты. Номер 34. 1347. 23-29 августа. 2006 год. Страница третья. Кавычки открываются. Конечно, есть и такие, которые совершенно искренне верят, что монарх улучшит их жизнь. Они надеются, как всегда, это было в России, что кто-то и что-то решит все проблемы за них. Но это большая ошибка. Свои проблемы надо решать самим. Давайте возьмем Германию. Думаю, вы согласитесь, что русский человек в плане общения гораздо приятнее немцам. Но если взять работоспособность, самоконтроль, пунктуальность, тут русский человек с немцем не идет ни в какое сравнение. Так вот немцы, прожившие в Восточной Германии 40 лет в коммунистическом режиме, до сих пор еще не достигли уровня жизни обитателей Западной Германии, которая была свободна. И это трудолюбивые и расчетливые немцы. Наша проблема в том, что мы все хотим получить сразу же. Но так не бывает. Выстроить то, что мы разрушили, можно только постепенно. Придумать национальную идею для России очень трудно. Практически невозможно. Как-то я слышал такое мнение. В России национальной идеей может стать христианство. Не хочу обидеть нашу русскую православную церковь, которая пострадала так, как никто не пострадал во время коммунистического режима. И которая смогла с трудом сохранить живым пламя религии. Но христианство никогда не будет идеей для нашей общей нации. Коммунизм это была идея. А христианство это религия. Меня всегда очень радушно принимают в российском посольстве, угощают стаканом водки и без проблем ставят визу. Кавычки закрыты. Вот человек, который имеет прямое отношение к заданной теме, и он выход может быть знает где, но молчит. О Христе и Библии он ни слова и нигде не сказал, и не скажет, потому что нет рождения свыше так мыслящего человека. Он живет земным, думает о земном. Первое послание Иоанна, 4 глава, 5 стих. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает гласа моего. Ужасный сон отяготел над нами. Ужасный, ужасный, безобразный сон. В крови до пятна мы бьемся с мертвецами, воскресшими для новых похорон. Осьмой уж месяц длятся эти битвы. Геройский пыл, предательство и ложь. Притон разбойничий в дому молитвы. В одной руке распятие и нож. И целый мир, как опьяненный ложью. Все виды зла, все ухищрения зла. Нет, никогда так дерзко правду Божью. Людская кривда к бою не звала. И этот клич сочувствия слепого. Всемирный клич к неистовой борьбе. Разврат умов и искажения слова. Все поднялось и все грозит тебе. О, край родной! Такого ополчения мир не видал с первоначальных дней. Велика знать. О, Русь, твое значение. Мужайся, стой, крепись и одолей. Нас всех, собравшихся на общий праздник снова, Учила нынче нас евангельское слово В своей священной простоте. Не утаится град от зрения людского, Стоя на горней высоте. Тютчев.